Особое мнение на 101FM Отсутствие грибов закончится И в этом году мы пожнем урожай Я думаю, что эти надежды воплотятся в жизнь Хоть что-то за это лето происходит веселое Мы рады Они очень рады за тех, кто хотел отдохнуть летом Не осенью, не весной И в непонятное время года Но тем не менее, ладно Чего жаловаться на погоду Переходим к нашим темам Тем более, что тем у нас много и темы серьезные Напоминаю нашим слушателям, что вы тоже можете участвовать в эфире Посредством нашего сайта через форму анонсов В которые можно задавать вопрос Нашему гостю Роману Титову Ну, а мы, собственно, начнем, наверное С такой, не знаю, главной И печальной такой темы Прошлой недели Это история с гибелью двухлетнего малыша На филейке И, собственно, с тем, что Виновником этой гибели стала мать-ребенка Мать-ребенка Ты в своем Телеграме написал О том, что причина этой ситуации Отчасти, как я понимаю Стала некая политика государства На сохранение детей в семьях Вне зависимости от того, какого качества Эта семья Если можем так говорить Наверное, попробую этот тезис Чуть-чуть расширить Да, да, потому что это требует Пояснений Смотрите, на самом деле Политика государства Я тут, наверное, беру все вкупе Начиная с Не за уровнем То есть с органов опеки С органов МВД Которые шлят защиту прав детства И до уровня федерального Эта политика, она Достаточно противоречива С одной стороны Те-то, наверное, лет 8-9 назад Активно говорили о том Что ситуацию действительно С огромным количеством Социальных сирот в России А это 85% Это дети, у которых живые родители Но которые остаются без попечения Эту ситуацию надо менять И пошли вначале путем Создания, как говорили в СМИ Системы ювенальной юстиции Хотя, наверное, это неправильно Потому что там два момента было Это создание отдельной системы судов По делам несовершеннолетних И создание некой системы Защиты прав детей Изъятия их по западным бросам То есть пошли этим путем И даже был принят ряд нормативных актов По меньшей мере один федеральный закон Это закон об основах социальной политики Который на профильных форумах Крестили прям вот таким Антидетским И подчеркнуто ювенальным С другой стороны Начав создавать эту систему Остановились И основную часть Там основной вектор Развернули в совершенно другом направлении То есть были изданы Основы государственной политики В сфере защиты детей До семнадцатого года Ну, они там с двенадцатого по семнадцатого года Реализовывались Где был декларирован принцип Что дети должны оставаться В семье до последнего Но Были и другие тезисы В этих основах госполитики А государство должно создавать Всякие условия Для искоренения бедности в семьях То есть социальных причин Неблагополучия И в итоге получилось Что Очень серьезно Ограничили Изъятие детей Из семьи Но при всем при этом Механизмы По помощи семьям По раннему выявлению Хотя что там выявлять Выявлять можно Но по помощи Тем семьям Неблагополучным Эти механизмы Полноценно Так не были созданы То есть В итоге До сих пор До сих пор В итоге У нас Два механизма Изъятия ребенка Из семьи Действуют То есть Первый Это механизм долгий То есть Это вот Органы опеки Или органы Здравоохранения Или органы образования Выявляют Неблагополучие Сообщают Профильные органы Полиции Которые проводят проверку Выявляют Это какие-то комиссии По делам несовершеннолетних Или это что-то другое Это отдельно То есть Комиссия Это еще один Муниципальный орган Значит Органы проводят проверку И Уголовка Либо административка И судебное изъятие Вторая процедура Она быстрая То есть Это 77 статья Семейного кодекса Которая Дает право Органам опеки Немедленное изъятие ребенка В случае Если Он находится в опасности Да Проблема в том Что Эта статья 77 семейного кодекса Она очень короткая И никто даже не пытается Развить Расширить Что такое В чем признаки Этой опасности В итоге Органы Опеки Которые Находятся Под постоянной Атакой Со стороны В том числе Представителей Общественности А я напомню Что в марте Этого года Например Сенатор Елена Мизулина Заявила Как руководитель Профильной Группы Совета Федерации Что Планирует В ближайшее время Ввести в Россию Уголовную ответственность Для органов Опеки И сотрудников Органов внутренних дел За изъятие Детей и семей Без надлежащих На то оснований Елена Мизулина Заявила о том Что вообще Надо уйти От системы Изъятия И всячески Вот там Заниматься Профилактированием В итоге У нас сегодня И полиция И органы Опеки Боятся Действовать По 77 Статье Кодекса В прошлом году На территории Города Кирова Из семей Было изъято Ноль детей Ноль В первом квартале За год Да В первом квартале Этого года Все же было изъятие Девять детей Из четырех семей Были изъяты Ну там действительно Были признаки опасности Роман А вот когда мы говорим Изъятие и были изъяты Это подразумевает Что дети из семьи На совсем были изъяты Или это временная Какая-то история Нет Это временная мера Конечно Мера защиты ребенка То есть в прошлом году Его помещают В какое-то учреждение Ребенка Там либо в дом ребенка Либо там Ну еще куда-то Да Если постарше возраст И через какое-то время Родитель может Этого ребенка вернуть В семью Я правильно понимаю Если будет Если он не будет Лишен родительских прав Единственное Там вот если Идет изъятие Вот по семейному кодексу Вот это экстренное То там установлены Очень четкие сроки Обращения в суд За лишением Родительских прав А так там ограничения Родительских прав Дети Родители имеют Право ребенка забрать То есть в итоге Органы опеки У них очень Зыбкая такая ситуация То есть Не определен список Случаев представляющих Угрозу жизни ребенку То есть то что Вот они пришли И градации этих случаев Тоже не расписаны Конечно Они пришли Вот по поводу Последнего Случа На столе пива Посторонние люди Но ребенок при этом Сыт Еда в холодильнике есть Квартира чистая Одежда есть В больницу А то что на следующий день Все будут Извините Там с похмелья И ребенок будет Один и без еды Потому что все На закуску изведут Этот случай Никак не оговаривается А потому что Не доказать ведь Что все изведут На закуску В том-то и дело Вот в ряде стран В том числе У наших коллег Из Белоруссии У них есть Четкие опросники Ну не опросники Наверное Такая методичка Да вот Где специалист опеки Который прибывает По вызову Либо соседей Либо по наводке Медицинских структур Образовательных Он приезжает У него четкий опросник Утвержденный там На государственном уровне Это есть Это есть Это есть Измаем Все То есть там сумму баллов Какую-то условно говоря Подсчитывают Фактически да И здесь работник опеки Абсолютно защищен То есть он понимает Что он действует Согласно методике А у нас нет Этих четких критериев И когда там На прошлой неделе Ответственные сотрудники Администрации Кирова Обсуждали что вот как же так Это вот все знали И ничего не сделали Да потому и не сделали Что к сожалению Непонятны эти критерии И ответственность За неправомерное изъятие Ребенка из семьи Она может быть Достаточно серьезной Эту ситуацию надо менять Но еще в каком плане То есть Есть В мировой практике Такой институт Фостерная семья Ну на русский язык Переведем там Это Временная замещающая Профессиональная семья Профессиональная семья И сейчас Миноборо федеральный Слава богу Начинает формировать Правую базу Для создания этого института То есть Мы понимаем Что семья могла оказаться Родная в неблагополучной ситуации Ну там говорилось о том Что умер муж Да Временно помещаем ребенка До устранения Там Этой ситуации Там семье помогают Там маме помогают В это время работники Там социальных структур А ребенок находится в семье Но в профессиональной В которой педагоги Эта семья фактически Получается Это такой детский дом На дому Ну вот временный такой Или интернат Это профессионалы Но при всем при этом Это профессионалы Которые дают ребенку Под контролем государства Там Материнскую Какой она должна быть Заботу и защиту Затем Если Причины Там Неблагополучия устранены Ребенок возвращает В свою семью То есть конечно Плохо когда ребенок Сразу попадает в учреждение Там есть такое понятие Материнская депривация Ну все Нужно какое-то объятие Тепло И вот это приемная Там Профессиональная Фостерная семья Она дает Вот Ну замещает фактически Да Родную до устранения Но система Понимаете Она очень сложная Она не находится Ни в чем ведении То есть смотрите Есть Соответственно Учреждения Детские дома Они в министерстве образования Полномочия по Опеке Переданы муниципалитетам Лишение родительских прав Это в том числе Точнее там Изъятие ребенка из семьи Это уровень принятия решения Глава муниципалитета Есть профильная комиссия Есть комиссия По делам несовершеннолетних То есть реально Разные ведомства Разные ведомства Причем разного подчинения Еще ведомства Какие-то федерального Какие-то муниципального И у них есть огромное количество Регламентов Которые регулируют Передачу информации Реестры какие-то Но в итоге Это получается Совершенно Без руля И без витрил Без единого центра Защита семьи Лебедь, рак и щука Получается Лебедь, рак и щука Вот опять же Если про Белоруссию говорить Они пошли по пути Объединения В одних руках И комиссии по делам Несовершеннолетних И органов опеки То есть Вот хотя бы так Объединили это В одних руках Чтобы сразу оперативно Принимать решения По защите прав ребенка Я сознательно привожу Опыт соседей Потому что Опыт там Европейских государств Может кому-то не понравиться Но Белоруссия Это близкое нам государство Мало того Союзное И собственно там развивалось Все примерно По тому же сценарию И кстати у них очень интересный Да Долгое время У них очень интересный термин У них нет термина Ребенок старший Без попечения родителей У них термин Ребенок находящийся Под защитой государства И наверное это вот Ну очень правильно То есть Ты не остался без попечения Ты сразу попадаешь Ну в хорошем смысле В руки государства Которое начинает тебя там Защищать А с твоей семьей Профилактические работы К сожалению Вот мы вынуждены Ставить диагноз За того что Эта система В целом Система В России система не работает Она работает Очень плохо Криво Да криво То есть он при этом Вот И в канале в своем Я тоже говорил Что у нас огромное количество людей Хочет взять детей Себе Семью Либо под опеку Либо на усыновление В Кирове На 1 января этого года 133 семьи Нормальных Благополученных Прошедших Жесткие фильтры Стояло в очереди На то Чтобы ребенка взять Но Очевидно Что Мы испытываем Дефицит этих детей И как мы сейчас видим Не потому что У нас в семьях Все благополучно На низовом уровне А потому что Дети в систему Не попадают Они остаются В этих семьях Без защиты Та тема Которая обсуждалась На прошлой неделе Как раз На экстренном совещании В администрации Города Это тема По созданию Некой единой базы Неблагополучных семей Вот Я попросила бы Романа Титова Подумать Пока у нас Небольшой перерыв Поможет Эта история Немножко Как-то сдвинуться В позитивном ключе Или нет Особое мнение На 101FM Роман Титов Вице-спикер Законодательного собрания В нашей студии В программе Особое мнение Мы продолжаем Говорить о Трагической ситуации Которая произошла В Кирове На прошлой неделе Гибель двухлетнего малыша В неблагополучной семье Ребенка убила мать И вот Остановились мы На Ту идее Которая была озвучена На совещании в мэрии На прошлой неделе Это идея По созданию Некой единой базы Неблагополучных семей И пока не очень понятно Как это будет работать Если я все верно понимаю Это будет некий Электронный документ Ну вот так Если примитивно говорить Куда каждое ведомство Контролирующее Неблагополучные семьи Или семьи Находящиеся В каком-то Переходном состоянии Будут выносить Информацию После очередного Посещения Такой семьи И кто-то Видимо Кто-то один Кто будет принимать решение Будет заходить В эту базу Мониторить Смотреть изменения ситуации И принимать Какое-то окончательное решение Пока не знаю Так это или нет Эти базы Они есть у ведомств У опеки У полиции Они есть В администрации Города Кирова Они есть У иных органов А что решит Создание Объединенной базы Как мы уже ранее сказали У нас Полномочия По защите детей Не прописаны До конца Даже в базовом законе В семейном кодексе Не определенный случай Того же изъятия Но будет единая база База это не решение Если у нас Будут прописаны Критерии Для защиты ребенка Тогда понятно По этой базе Можно работать А если мы ее создадим Но все останется Как сегодня Ничего не изменится Кто должен прописать критерии Это вопрос Федеральной полномочии И вместо того Чтобы уважаемым Членам Совета Федерации О которых я уже говорил 23 законы Пытаться поправить И ужесточить Изъятие Наверное надо Заниматься другим Наверное надо В рамках существующих Законодательств Все вот эти вот лакуны Препятствующие Защите прав ребенка Изъять А так-то вопрос Еще глубже Вопрос в менталитете Как бы я не любил Это слово Когда у нас в обществе Считают нормальным За проступки Шлепнуть ребенка Куда ли? Причем публично Публично И в людных местах И соответственно Любые инициативы По защите прав ребенка Такие общемировые Они будут Крайне критически Распринять Как это? Это моя собственность Я сейчас его там буду шлепать Вот сколько лет Должно пройти Для того чтобы это изменилось Но чем быстрее В основу госполитики Будут прописаны Не защита семьи Любой сына А защита ребенка Тем быстрее Мы эту трагическую ситуацию Переломим Пока же видим Что при малейших попытках Защитить прав детей Активизируются Общественники Религиозные группы И начинают Требовать сохранение Там скрепа Устоев Тут мое такое Личное мнение Тут еще есть Одна такая история Тоже важная Которая вот Профилактически Должна бы работать Вроде как В этой даже ситуации Она работала Потому что Судя по рассказам Приезжали органы Контролирующие В эту семью В том числе По вызову соседей Как я поняла И предлагали Меры социальной поддержки Которые мать Не воспользовалась То есть Опять же Сделали все что могли Но насколько Результата нет Да Потому что вопрос Ведь не в деньгах Не в мерах Соцподдержки А в том что Ну Как этой семье Не помогает Было бы сложно Удержать ее Вот в рамках Нормальности То есть В этой ситуации Единственным возможным Вариантом Было изъятие ребенка На мой взгляд Да Как бы страшно Это не звучало Но это бы позволило Сохранить жизнь Этому ребенку И многим другим Роман Ситов В нашей студии Вице-спикер Законодательного собрания Кировской области Координатор проекта Чистая страна В Кировской области Это важно Потому что Следующая наша тема Напрямую касается Работы с ТБО В том числе В нашем регионе Да И я бы хотела У Романа выяснить Вот что На федеральном уровне На прошлой неделе Поднималась тема Достаточно широко Это присутствие полигонов Мусорных полигонов Вблизи аэропортов Ну понятно Да С чем связана история С чудом в кукурузе Я бы сказала Да Там с поднявшимся в воздух И упавшим на кукурузное поле Самолетом Недалеко от полигона Жуковский А причиной собственно Аварии Вот этой всей аварийной ситуации Были чайки Которые попали в двигатель Собственно и в Кирове Это тоже обсуждалось В социальных сетях Там первые комментарии Которые были Что теперь будет с Осенцами С полигоном в Осенцах Я напомню Что полигон в Осенцах Находится не очень далеко От аэропорта Аэродрома в Порошино Вот И плюс Я могу ошибаться Но я видела еще И сообщение По поводу Костина На свалке в Костина И Аэродрома Победилова Костина действительно Находится В непосредственной близости От зоны взлета И посадки самолетов Но на настоящий момент Полигон не эксплуатируется И Подлежит рекультивации То есть Защите в том числе А птицы там летают Конечно летают До сих пор Да Так давайте поговорим Тогда вот про тему Авиационной безопасности И свалок Тем более что эта тема Активно обсуждалась И в рамках судебного процесса Между аэроклубом ДСАФ И Правительством области Инвесторами по строительству Полигона Осенца Я правильно понимаю Что история с Осенцами Она до сих пор Вот в судах Она не закрыта Потому что в очередной раз Приостановлено Было производство По делу Да До октября месяца До середины октября И до сих пор непонятно Все-таки там Полигон в Осенцах Эксплуатируется законно Или нет Эксплуатируется он законно Потому что С точки зрения закона Основанием для прекращения Эксплуатации Законно является Исключение из Реестра государственных Объектов размещения отходов То есть Полигон Осенцы В реестре Находится Да И эксплуатируется законно Более того Наверное Через полгода Первая очередь Полигона Она уже будет закрыта И будет подлежать Рекультивации То есть Вопрос вторая очередь Вопрос безопасности Свалок и птиц Вот на момент Когда инициировалось Строительство Первой очереди Осенцев В законодательстве Действительно Действовала норма Запрещающая Строительство Точнее Эксплуатация Объектов Привлекающих внимание Птиц В том числе Мясоперерабатывающих Заводов Которых два Вблизи Аэродрома ДСА В том числе Полигонов ТБО Затем норма была Законно изменена И теперь Размещать это можно Объекты Размещать можно Но лишь при Принятии Необходимых мер Безопасности Это отпугиватели В том числе Это отпугиватели В частности А так С 1988 года Действует Руководство По обеспечению Правил Организм Безопасности Такой Нетонкий Талмуд В котором Расписано Что руководство Я обращу внимание Руководство Авиапредприятий Должно Предпринимать Для того Чтобы самолеты Не подвергались Воздействию птиц То есть Ничего Необычного В том что Птицы столкнулись С самолетом Нет То есть В России В год От 35 до 70 Случаев Случается Причем Это сезонно И тут Как раз Московская ситуация Это пик Это Когда летом Выводки Молодых птенцов Начинают Кружить Там собственно Глядят Сталкиваться С самолетами Потому что Птицы более опытные Там извините Они там Хоть как-то Пытаются Уклониться Увернуться У полигона В Жуковском Были несанкционированы Свалки По другому Там мусороперегрузочные Станции То есть Сейчас определяется Что там находилось Но во всяком случае Там в реестре Эти объекты Не находятся Какие меры Предпринимались Там подпугиванию Птиц Как в Жуковском Так и на этих свалках Сейчас проверяет Генпрокуратура Насколько я помню Вопрос Если его На нашу местную почву Перемещать На самом деле Интересный получается То есть А какие меры У нас Например Предпринимает Руководство Аэроклуба ДСАВ Для отпугивания Птиц По осенцам Я знаю Что было сделано За последнее время То есть Весной И в начале лета Общественники Выезжали на полигон Зафиксировали Большое количество Чаек Которых Действительно Массово На объекте Сейчас размещены Пугалки Уже не ультразвуковые Отпугиватели А такие бахающие Штуковины И птиц Там не стало А вот Аэроклуб ДСАВ Находится Вблизи От крупного Паркового массива Через который Проходят Пути миграции Птиц В котором у нас Гнездовье Крачек Внесенных В соответствующую Красную книгу Само поле Аэроклуба Представляет С собой Большую Такую Грунтовку На которой Растет трава Где кормятся Птицы Это же нормально Это как Большое поле И вопрос в том А предпринимает ли Руководство Аэроклуба ДСАВ Меры Для защиты Самолетов Которые Эксплуатируются Аэроклубом От птиц Не уверен Я думаю Что сейчас Во всех регионах Российской Федерации Органы прокуратуры Я правильно понимаю Что сейчас Пойдут проверки По всем Взлетным предприятиям Тем более У нас 85% Случаев столкновения С воздушными судами Это взлет И посадка На малой высоте На малой высоте И Насколько Эффективно Работают И работают ли они Вообще В аэроклубе ДСАВ Я думаю Там соответствующие органы Сейчас будут проверять Потому что птицы Вот они рядом До осенцов Летит 13,4 километра И там полет На большой высоте Происходит Там риск столкновения Он отсутствует Тем более Меры предприняты А есть эти пугалки У аэроклуба ДСАВ Не знаю Есть ли у них Специалист по Орнитологической безопасности Не знаю Да ладно Подождите Роман Ну вот вы сейчас Мне рассказали Что там где-то Птицы базируются Вне зависимости От того есть Рядом свалка Или нет И я начинаю думать Про Победилово А в Победилово То есть эти пугалки Победилово есть Победилово есть Да В Победилово есть Там Ну в силу того Что Аэроклуб Аэроклуб Авиапредприятие Крупное Государственное И там эти меры Реализуются Их постоянно контролируют Ну еще раз проверят А здесь это Ведомственный Спортивный аэродром Территория которого Не защищена Там по периметру То есть история В Жуковском Если на нашей Кировской ситуации Скажется То она скажется В сторону Именно аэродрома А не полигона Восемь Я думаю Что она Скажется Мое мнение Да На территории Там Точнее В отношении Аэроклуба ДСААФ Тем более Там вопросы Есть Есть Самолет Восемьдесят первого Года выпуска Винтовой Которым Тридцать восемь лет Есть На мой взгляд Там Неполное Принятие мер По орнитологической Безопасности И соответственно Ну компетентные органы Должны будут проверить Что там и как происходит Но это мнение Это мое мнение То есть пока Никакой информации О том что пойдут До проверки Ее нет Пока ее нет Пока ее нет Но мнение мое Оно такое Обоснованное Роман Титов В нашей студии Мы сейчас делаем Перерыв наверное На рекламу Чтобы не отвлекаться Потом И у нас впереди Еще несколько тем Особое мнение На 101FM Роман Титов В нашей студии Вице-спикер ЗАГС Собрания Координатор проекта Честая страна В Кировской области Мы продолжаем Еще немного Про отходы поговорим Ну вот собственно говоря Вчерашний день Это очередной Очередной пикет Возле мэрии Активисты Которые его проводят Там несколько Такая сборная солянка Да Это и Парнас Это и Представители Объединения Там я не знаю Как его точно сказать Назвать Движением Радыковскому нет Обещают его Проводить Каждые выходные Возле Возле мэрии Ребята Собирают подписи Не знаю почему Не знаю почему Мэрия тут точно Не имеет никаких полномочий Может быть потому что Там площадка удобная Пикеты Честно говоря Которые там проводятся Ну при всем уважении У людей Право есть Пикетировать Но не понимаю Как Посредством проведения Пикетов Они планируют Добиться Хоть какого-то результата Я насколько поняла А активисты Собирают подписи Они собирают подписи Которые потом Видимо планируют Каким-то образом Положить в решение Референдума Созданы петиции По-моему уже несколько И на российское общество И на чейнчорк Вот там подпись Собираются И по-моему там В первой неделе 54 тысячи подписей Было собрано Там Есть другие формы И наверное Правильно было бы Мне так кажется Активистам Принимать участие В том числе В тех механизмах Общественного контроля Которые сейчас создаются На базе общественной палаты Имейте ввиду Экспертную группу Да Экспертную группу Да Вы можете быть Вне темы Вне темы Общественного контроля И заниматься Там просто протестами Или вы будете В этой теме Но вы хотя бы Будете получать Какую-то информацию Роман Группа уже сформирована Я не думаю Что ребят Вот этих Ну скажем так Активистов Заседания Публичные Которые очень против Там хотели бы видеть Заседания публичные Вы имеете право Приходить Конечно Вот Я во всяком случае Вижу сейчас То есть формат Экспертной группы Вам кажется более Результативным в работе Это формат Доступа к информации Во всяком случае Так Ну у этих людей Да Результативность Я не могу пока говорить Я не видел заседания Этой группы Я не могу сказать Насколько На прошлой неделе было одно Первое Где избрали руководство Вот В дальнейшем Наверное Правильно было бы В работе Этого формата Участвовать Ну это реально Хотя бы там Доступ к информации Возможность Эту информацию Получать на законных основаниях То есть всех туда Должны впускать Любого желающего Который хотел бы Принять участие На заседания Экспертной группы Должны впустить Ну это же ошибка Была сделана В свое время По СИНСам Когда вот Решения принимались Кулуарно Без публичности А когда прорвало То прорвало Так что Мало не показалось Потом были выводы Сделаны И тем же Протестующим Из Вахруши Им была Предоставлена Вся проектная документация Возможность Там разговора С экспертами С инициаторами Стравительства И они здорово Там Этой информацией Нагрузились И вполне себе Благополучно Теперь используют Ее в судах В качестве Третьих лиц Участвуют В тех же судах По СИНСам То есть это формат Который сработал Мне кажется И здесь Наверное Надо так же идти Вот Сами по себе Пикеты Вам роман Не кажется Результативным Мне кажется Это просто Вот такая история Которая напоминает Всем жителям Кирова О том что есть Вот такая проблема И не все согласны С появлением В Мородыковском Нового комплекса Нет конечно Не все согласны Я сам читаю Регулярные группы Которых несколько Уже идет Скажем так Разделение Противников То есть есть Коммунисты Есть представители ЛДПР Которые Последнее время Как-то стихли По этой теме То есть Хотя коммунисты Раз в две недели По митингу проводят Есть вот эти Пикетчики Есть 4 уже Или 5 групп Вконтакте Которые между собой В том числе Уже начинают В какие-то Ну в дискуссии Вступать Я так мягко скажу Вот А если это не переносить В поле диалога В поле доступа К информации Наверное Это все и закончится Собственно говоря Вконтактиком И пикетами С правильными Наверное Там плакатами Вот поэтому Призвал бы там Людей в форматы Погружаться Рабочие А органы власти Людей к этим форматам Подключать Я в свою очередь Тоже там темой По Мородыкова Продолжаю заниматься Чуть менее месяца назад Я написал письмо На руководство Росрава Предложив им Показать Те технологии И опыт работы Подемонстрировать В сфере обращения С отходами Участвую В программе По рекультивации Полигонов Твердокоммунальных Отходов Кировской области Деньги нам дают Федеральные Сейчас я уточню Сейчас я уточню То есть речь идет Не о работе Вообще Связанной с Мородыковским Не о работе Связанной с Отходами Какого-то Повышенного Класса опасности Речь идет О рекультивации Тех свалок Шесть или семь По-моему У нас в регионе Которые рекультивированы Должны быть В ближайшие Там годы У Росрау Сейчас Первый опыт Крупный Такой Формируется По Челябинску По крупнейшей Городской свалке Они там выступают Генподрядчиками И мне кажется Что в регионах Присутствие Росрау И планируемого Строительства объектов Они реально могут Показать свой опыт Себя Как ответственная Компания Как компания Работающая Защищающая Экологические Права граждан Как компания Рекультивирующая Полигоны И наверное правильно Хотя это конечно Конкурсная основа Чтобы Росрау Участие приняло В будущих конкурсах По рекультивации Объектов Накопленного вреда В Кировской области А у нас Несколько таких объектов Если мне память Не изменяет Это и Костина Это Костина Это Вахруши Это Слободская свалка Но по ней пока Нету еще Проектной документации То есть целый ряд Объектов Которые людей Беспокоят Где можно руки Приложить Жители Юго-Запада Беспокоят Что будет Со свалкой в Костина Кто будет делать Эту рекультивацию Живопырка какая-то Появится Неизвестно откуда Или люди Там обладающие Научным опытом Это и Мне кажется И хороший пиар-проект И даже не пиар Это реальное дело Которое может показать Ответственный настрой Компании На работу в регионе Ну там еще Ряд других предложений Было Я надеюсь Что в ближайшее время Ответ получу И конечно Сделаю его Достоянием общественности А когда он должен прийти До 21 августа Да То есть Ну вот на этой неделе Фактически Несколько дней осталось Да Там определенный Механимный леготирования Был еще предложен Ну вот об этом Я думаю В следующий раз Проговорим Когда у меня уже будет Ответная реакция Надеюсь на понимание Это не отменяет Важности того дела Которого делают активисты И в плане Обеспечения общественного контроля И в плане Там Ну Работа с населением Выражения там Чайного населения Но это такой параллельный процесс Которым я вот Занимаюсь Сейчас про активность поговорим Немножечко О теме мусора Отойдем Перейдем К более приятным темам К более Таким Ну не знаю Позитивным что ли На прошлой неделе Было заявлено В том числе Устами первого зампреда Правительства областного Дмитрия Курдюмова О том что в нашем регионе Может появиться Ну некий детский аналог Проекта по поддержке Местных инициатив Протисипаторное бюджетирование Как его научно называют Существует в нескольких регионах России Ну в частности Сахалин Ямало-Ненецкий автономный Округ Там сейчас начинает развиваться Это все понятно Что деньги это не кировские Вот тем не менее Вот как было заявлено На прошлой неделе На совещании Всероссийском Я понимаю Да Педагогическом Деньги все-таки будут То есть бюджет готов Поддерживать Те проекты школьников Которые пройдут Конкурсный отбор Видимо их будет Не очень много Но тем не менее И пока я так понимаю Что нет четкого Понимания Это будут проекты Направленные Непосредственно на школу На школу Вот я документы читал Там именно про школьные проекты Школьные проекты Говорится Вот что вы Роман по этому поводу думаете Надо ли на это деньги Выделять из бюджета Или пусть там Я не знаю Каким-то другим способом Мы будем эти средства искать И насколько это реализуемо вообще Смотрите У нас За последние годы Удалось не только Разбудить гражданское общество Но и разбудить его Там Ну С молодых ногтей То есть у школьников Действительно Есть большой запрос На гражданские активности И на участие В Школьном Самоуправлении Скажем так И у этой активности Есть разные формы То есть например Создается по Российской Федерации В ряде регионов Включая Кировской области Профсоюз школьников Это такое левое движение Протестное такое На низовом уровне Его участники Но неофициальными структурами Создается это Конечно Неофициальными структурами То есть дети сами Но ячейки в Кировской области есть Эти ребята Они участвуют В том числе В протестах по Мородыкову Вот эти Видели буквы FFF Там с хэштегом То есть эти же ребята Там в Кировской области Создали вот такое Низовое движение С запросом На участие В самоуправлении А та идея Которая предложена сверху Мне кажется Она более эффективна Потому что есть Возможность Получить И как Реализовать себя Как активиста И получить под это Хорошие ресурсы Там на веке Остаться в памяти Одноклассников И в памяти школы Сделать что-то хорошее Для своей школы Поучаствовать И в самоуправлении И в реализации Этого проекта Поэтому я думаю Это такой запрос на перемены Который наверху услышали И сейчас транслируется Он на уровень регионов Насколько это будет Продуктивно И разовьется ли это Как-то Ну в какую-то Серьезную историю Или это будут Прямо вот такие Пилотные проекты Разовые условно Которые можно будет потом Ну предъявить Москве Например У нас это тоже есть Они пилотные будут В плане Знаете как Пилотная серия сериала После которой решают Снимать сериал дальше Или нет То есть вот сейчас посмотрим Если это сработает Если будет большая Вовлеченность ребят Если от этого получат И школы И сами дети Я думаю Это будет работать И тиражироваться Потому что Еще раз Запрос на участие Гражданское детей Есть И это одна из форм Удовлетворения этого запроса А средства в бюджете Кировской области Есть на то Чтобы это поддерживать? У нас просто история Такая из ППМИ Каждый год она возникает Да Непонятно Сколько дадут денег Дадут ли И вообще будет ли Развиваться проект Я имею ввиду взрослый Да Вот этот проект Который у нас 10 лет Существует в регионе Я предположу Что будут изыскиваться Какие-то механизмы В том числе И федерального финансирования Или софинансирования С регионами Потому что на госполитику В сфере детства В сфере точнее Вот школьного Дошкольного образования Много выделяется Выделяется денег И я думаю То есть это может Какой-то отдельной статье Пойти Да Думаю да Вряд ли здесь Все это ляжет На плечи региона Хотя там сама тема Интересна Еще раз посмотрим Как это будет реализовано Направление правильное Роман Титов Поддерживает Тему школьного ППМИ И еще у нас Несколько тем Остается Четыре минуты До конца эфира Я бы хотела Важную такую Тоже тему поднять Я правда не знаю Честно Каким может быть Здесь комментарий Кроме того Что надо всячески Эти вещи пресекать Я имею ввиду Историю О которой рассказали Федеральные телевизионщики Историю с Ильей Фарафоновым Которого в очередной раз Поймали на улицах Кирова Находящегося за рулем Автомобилей без прав Напомню слушателям Илья Фарафонов Это такой антигерой Что ли 2009 год В ночь С 9 на 10 мая Он сбил трех молодых людей На улице Комсомольска Один из них Если я не ошибаюсь Погиб А двое получили Очень серьезные травмы Илье тогда было 13 лет Прошло 10 лет Он там отбыл наказание И вот уже не первый раз Его ловят на улице города Прав у него нет Мама Ильи Которая известная В городе адвокат Объясняет это тем Что у сына Нет военного билета Я не могу понять Это он и сам на камеру Объяснял Нет военного билета Поэтому он не может Получить права То есть как минимум Как минимум Я из фарафонов Уклонист Ну да Я так понимаю Ну ситуация на самом деле Есть вообще рычаги-то Вот борьбы с людьми Которые без прав Садятся за руль Нет рычагов У нас законодательство Там статья 12.7 Коап РФ От 5 до 15 тысяч рублей Это все Наказание и все То есть Вы видели На какой машине Илья ездит Не дешевая Машина не дешевая То есть соответственно Наказание несоразмерно Ну то есть Это такая тяжелая статья Для человека на ржавой копейке Который раз в году Там досада выезжает И вот Ну не продлил права Бесправ ездит А для людей состоятельных И примеры Я бы даже не про кировские Говорил Про федеральные Бесконечные вот эти гонки В Москве Стритрейсер Да Стритрейсер и прочее Ну не работает эта статья Но очевидно Что штраф мал Для людей Которые могут себе позволить Машину Там за 3 миллиона Рублей И никаких Иных форм Наказания Это ведь нет Нет Она есть И наступает Только тогда Когда человек Что-то совершает К сожалению Да Только тогда Деяние становится Уголовно наказуемо А здесь Ну Административка И все Действующие административные Законодательства Я не вижу никаких Механизмов К сожалению К величайшему Наказать его Ну наказать то ладно А пресечь Эти вещи вообще Возможно как то Или нет На мой взгляд Нет Никак Выкупили машину Со штрафстоянки И поехали заново По городу В таком случае У меня вопрос Ну а как там Общественный резонанс Обсуждение Мама Или известный в городе адвокат Ну порицание какое-то Общественное Ну почему вот эти вещи Не работают То есть человек Даже должен понимать Что он не может Садиться за руль Бесправ Очевидно что они С 2009 года Не работают Никак не действует Ни общественное Порицание Ни общественный резонанс За человеком Тянется шлейф Определенный То есть Это история Это история Без финала Вообще Это история Возвращаемся к тому С чего начали Неурегулированность Ряда ситуаций Федеральным законодательством То есть Пока Не будет Прописана Отсечка В применении Этой статьи И более Там Ужесточение Наказания Кто должен Изменится Кто должен Звездить Федеральный законодатель Федеральный То есть Либо депутаты Государственной думы Либо Заксобрание Может инициировать Любое Поправки в КОАП Они Крайне тяжело Проходят То есть Это просто Один Вот тяжелее В уголовное законодательство Внести изменения Чем в КОАП В административный Да В административку В целом Это такие Очень тяжелые И неприкасаемые Кодексы Поэтому К сожалению Ситуация Пока Она будет Оставаться Такой же Как есть Ну то есть Речь идет Не только Об Илье Фарафонове То есть Точно так же Любой другой человек Может так же Сесть Там да Ездить Если он Был лишен Прав за пьянку И сядет После этого За руль Там другое Там другое А здесь Бесконечная административка Раман Титов В нашей студии Вице-спикер Законодательного собрания Координатор проекта Чистая страна В Кировской области Программа Особое мнение На этом завершается Романа благодарю Слушателям До свидания До свидания Особое мнение На 101FM